Добрый вечер! В Москве, как и по всей стране, корпоративные вечеринки проходят одинаково. Итак, мы продолжаем наши конкурсы. Очередные участники, пожалуйста, представьтесь. Андрей! Андрей! И еще... Бухгалтерия рулит! Бухгалтерия рулит, отлично, представьтесь. Максим! Андрей и Максим, правила очень простые. Здесь два тазика с мукой, в которых находятся по вишенке. Кто быстрее достанет, тот и победил. Понятно? Итак, три, четыре! Максим, вы победили! Добрый вечер, в эфире новости. В студии Корчагин, Максим. Спасибо. Коротко о главном. Мед, чай с малины и постельный режим. В России найдена первая курица, которая самостоятельно вылечилась от птичьего гриппа. Осторожность никогда не бывает лишней. Александр Лукашенко признан еще и лучшим певцом Белоруссии. Шаурма из Медалиста. Скандал на собачьей выставке в Москве. Ну что ж, а с новостями погоды нас познакомит наш коллега. А, спорт был уже? Новости погоды, здравствуйте. Сегодня по народному календарю Иван Початок. Если днем светит солнце, значит ночью его не будет. Такая примета. А спонсор выпуска погоды Фастумгель. Фастумгель, Фастумгель, будь со мной понаглей. Спасибо за внимание. Миниатюра Иван Сусанин встречается с Моисеем. Красавчик вообще молодец. Тем временем в налоговой инспекции. То есть вы утверждаете, что бухгалтерия рулит. Случай в суши-баре. Простите, можно мне, значит, ролл с угрем и вот вместо васаби чилийский хрен? Хрен вам, а не васаби. Я правильно записал? И мы приветствуем вас на третьем раунде своей игры. Напоминаю, по итогам двух предыдущих раундов на счету Анны 3 700, на счету Якова Моисеевича 50-60 тысяч, неважно, он явный лидер. 57 600. 57 600. А я считал. И на счету Александра вообще-то ноль, но друзья положили ему на счет 10 баксов. Что ж, начнем третий раунд. Яков Моисеевич, выбирайте. Ну, я бы, конечно, выбрал горячий душ, чашечку кофе, но так как игра за тех, кто в море 200. Господи, уже третий раунд искрометного юмора. Итак, вопрос. Именно так напивался Менделеев. Я думаю, как Александр, периодически. Ответ неверный, Анна, играем с вами. Развлекались, знаем, за 200. Эта сауна на Ленинградке славится именно этим. Неверно, вениками. Яков Моисеевич, выбирайте. Ну, я бы, конечно, выбрал... Не надо просто, выбирайте уже. Ну что ж, давайте добьем малый бизнес. Налоги тысяча. Внимание на экран. Умом Россию не понять, Аршином, в общем, не измерить. У ней особенное стать, В Россию можно только верить. Закончить четверостишее. Ответа нет. Александр, играем с вами. Что-нибудь из мультиков за 50? И вам достается музыкальный вопрос. Слушаем фонограмму. Хорошо, что же это же день и пуш. О каком препарате идет речь? Циклопинтампер, гидрофинантрен. Уточните. Мед. Верно. Подошел к концу третий раунд, и впереди финальный. И тема финального раунда «Игры за 40». Этой игре уже 5 лет как за 40, и 20 как за 20. Правила этой игры очень просты, их знает вся страна. Участники должны уметь все, хотя их этому никто не учил. Ведущих этой игры можно узнать по словам команды на сцену. Ни пуха, ни пера. Мы начинаем, и я не успеваю задать вопрос, потому что об этой игре можно говорить бесконечно. Что ж, это была своя игра, ну а для нас своя игра. А ответ-то какой? КВН. Субтитры сделал DimaTorzok Расскому! Субтитры подогнал «Симон»